Национальное телевидение «Чуваши» и агентство системного интернет-маркетинга «Аплэп» представляют. Интернет-партнер проекта «Телеком-оператор Дом.ру». Всем привет! Это программа «Вебинар ТВ» и мы продолжаем наше обучение вместе с агентством системного интернет-маркетинга «Аплэп». На прошлом занятии мы узнали, зачем нужны маркетологи, что такое воронка продаж и почему нужно использовать CRM. Если вам по каким-то причинам не удалось посмотреть предыдущую серию, то это всегда можно сделать на сайте ntrk21.ru или на канале Национального телевидения «Чуваши» в YouTube. Наши участники каждый раз получают домашнее задание, которое позволит им в конечном итоге написать диджитал-стратегию своей компании. На этот раз они должны были выделить свои целевые аудитории и выявить их потребности, то есть понять, кто эти люди и чем мы можем им помочь. Наша группа – это услуги для детей и родителей. Можно их назвать образовательные, развивающие, коррекционные, но это услуги. Потому что мы – центр психологический и музыкальная студия. Мы выделили основных три сегмента нашей целевой аудитории. Это те, кто задумывается о том, чтобы получить эти услуги там, но не те непосредственные люди, которые их получают. Наши дети никуда не хотят и никуда не идут. А у них есть мамы. Мы их выделили две категории мамы – до 35 лет и после 35 лет. И бабушки. Вот у нас три такие категории. Почему мы выделили маму по возрастам? Потому что поколение мам отличается друг от друга. Мама, имеющая вторых, третьих детей – это один вариант мам. И мама, имеющая первых детей – это другой вариант мам. То есть вот мы вот таким образом их разделили. Ценности разные. И опыт разный. И поэтому существует как бы у них внутреннее ощущение, что полезно, что не полезно. А так как мы относимся к заботе о детях – это точно услуги, а не товары. И это те продукты, которые получаются и оцениваются опытным путем. То вот у нас как раз малоопытный потребитель, целевая аудитория, более опытный. И опытный, но устаревший опыт у него. Потому что это бабушка. Опыт устаревший. Хотя они думают, что они эксперты. Это как фонд BGS. Да. Они думают, что эксперты, но ты таковыми не имеешься. Но они часто вводят даже в заблуждение неопытно. Давайте рассказывать тогда про какие потребности у людей. Мы выделили, что у них есть базовая потребность – это получить услугу по развитию или коррекции у ребенка чего-либо. Маркер на голову. Да, это на первом месте. На втором месте те, кто сами обращаются – это получить удовлетворенность по поводу себя, снять тревогу, то есть повысить самооценку. Я хорошая мама, я хорошая бабушка. Я молодец. Я все возможности использую. Третья группа потребностей – это давно хотели, например, у нас так как музыкальная студия, и направили, в частности, у нас. Потому что направляют там учителя, школа или психологи или еще какие-то другие специалисты. Они говорят, ну вот вам бы туда, наверное, стоит походить. То есть не сами приняли решение. И есть такое, что модно. То есть, ну вот везде, во всех городах и во всех странах есть музыкальные студии. Во всех городах и во всех странах есть психологические центры. И что это, я туда не иду. И в основном мы думаем, что это все-таки более значимая вещь для мам до 35 лет, у которых мало опыта, и которые в интернете находятся. Мама после 35 лет тоже находится в интернете, но у них есть свой собственный опыт еще клиентский и детский, другой немножко, в другой стране, да. Вот, поэтому они больше тревогу хотят снять или идут, как послушные мамы, когда направили, да. Ну а у бабушки они на моду мало реагируют, а вот это все три они присутствуют. Задание выполнено, все справились отлично. Кстати, все домашние задания участники выполняют и корректируют в режиме онлайн. Даже электронная почта не нужна, благо интернет-технологии позволяют это делать. Диджитал помогает нам хранить целую кучу данных. Удобно их систематизировать и иметь к ним доступ в любое время. Не нужно больше с собой возить кучу книг, достаточно электронной читалки. Уже даже и флешки не нужны, все может храниться в облаке и быть доступно в любом месте. Был бы Wi-Fi. Хотите и вы облегчить себе работу и документы оборотов? Пользуйтесь Google Доками или установите общую систему для всех работников, например, Битрикс или Трелла. А нам пора вернуться к изучению и повторению основ маркетинга. Сначала сегменты аудитории, потом какие у них потребности. И потребность это не купить квартиру, а непосредственно что они хотят, да? И потом, что мы им даем. Чтобы качественно проверить потребность и аудиторию, насколько мы попадаем, нужно проводить полевые исследования. Для этого нам нужно описать портрет идеального клиента. В данном случае, например, Маша, 25 лет, живет в спальном районе и зарплата в середине 35 тысяч. У вас это вот, если вернуться к матрице потребностей, это как раз вот в левой части, да, в первом столбце, у нас вот должны быть такие Маши. Дальше мы должны проверить, действительно ли есть у этой Маши такая потребность. Да, ведь мы всего лишь гипотезы зафиксировали в таблице. Вот если у вас, конечно, есть там куча статистических данных, бизнес-аналитики, уже все выяснено, то хорошо. Но, как часто показывает практика, этого нет у многих заказчиков. Поэтому нужно делать живые опросы. Берем, ищем 20, 30, 40 таких Маш, зовем их к себе на чай и разговариваем. То есть, действительно, не какому-то там агентству это поручаем, которое кого-то там опросит, а сами общаемся с ними, задаем вопросы. Причем не прямые. Не купили бы вы у нас вот это, если бы это стоило столько? Ну, человек, как бы, очень часто может дать социально ожидаемый ответ, да? Вот, поэтому нужно с помощью каких-то наводящих вопросов это выяснить. Вот, и в результате мы, естественно, нашу матрицу потребностей решения как-то корректируем. То есть, может оказаться, что действительно у нас есть такая Маша, и действительно у нее есть какая-то потребность, но она не та, которую считали мы. Да? То есть, а может быть, вообще это не Маша в итоге, а Петя окажется. Да, там 45, бывает разная ситуация. Вот, как раз небольшой интерактив. Давайте по проектам за две минуты ответим на следующие вопросы. То есть, первое, что и для кого? Второе, чем отличается от конкурентов? Потом, какую ценность дает наш проект, наш продукт? И стоимость. Такая простая табличка. Две. Давайте три минуты дадим. Каждый про свой. Каждый маркетолог должен уметь представить свой товар или услугу кратко, но ярко. Для этого даже есть термин «lift pitch», он же «elevator's pitch» или «презентация в лифте». Его придумали еще в середине 20 века, когда начинающие предприниматели пытались выявить вечно занятых инвесторов, пока те едут в лифте и рассказать им о своей идее. Занимает такая презентация одну, максимум две минуты. То есть, время движения лифта в высоком здании. Смогут ли наши участники сделать грамотную короткую презентацию своего продукта? Посмотрим. Это, по сути, называется лифт-питчинг. То есть, мы отличаемся от конкурентов, грубо говоря, ну, если про строителей там, или про оптику, какими-то итальянскими оправами, которых нигде больше нет, чем наши, а ценность мы даем... Выбор, например. У меня «Волжский 3» по цене в два раза дешевле. Дешевле, чем «Волжский 3» сейчас, в Новый город. Да. Это отличие от конкурентов. А конкурент «Волжский 3»? А, это ценность. Точно? Да. То есть, люди обращаются именно... У них ценность деньги, да? Сейчас, мне кажется, это очень актуально. Потому что качество, но... А суть района? Вот то, что он такой, как игрушечный, хороший, он похож на «Волжский 3», то есть, это ощущение комфорта, безопасности, ощущение того, что ты живешь в современном микрорайоне, рядом с Волгой, на природе. Только все это надо выразить за две минуты. Все вот эти четыре вещи, да? Ну, это же получается, что «Волжский 3» тоже, да? Давайте так, стоп. В Новом городе. А в нашем случае с ценностью? В вашем случае ценностью, я думаю, это большой выбор и эксклюзивность какая-то, да? То есть, если выбор действительно большой, насколько я понимаю, он у вас самый большой в республике, то есть вероятность, что то, что ты купишь, будет только на тебе, да? Ну, достаточно большая вероятность есть, например. Возможно. Ну, мне, например, для меня бы такая ценность выстрелила. Потому что я не хочу там носить то, что носят еще 50 человек. Хочу быть индивидуальным. Для примера, да? Еще, может быть, у вас ценность – это… Ну, цена вряд ли. Расположение салона. Расположение, мне кажется, да, играет… У нас есть салонов, и они есть практически, ну, в каждой точке. Угу. Навык составления лифт-пичей поможет вам и в поиске партнеров в интернете, ведь он дает гораздо больше возможностей и для бизнеса, и для поиска инвесторов. Правда, здесь презентация должна быть еще короче, чтобы с первых слов заинтересовать потенциальных партнеров. Чем мой проект отличается, как бы, ну, от всех моих… Нет, с самого начала, прям подряд. Что и для кого? Вот мы едем в лифте, я инвестор. Да, значит, я занимаюсь продвижением, ну, как бы, размещением рекламы для юрлиц. На радио, на телевидении – это основные, как бы, направления. Не знаю, насколько вам интересно. Да, 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 дальше. Так, значит, чем отличается от конкурентов? Во-первых, нет посредников, то есть нет переплаты, один расчетный счет, вы туда закидываете деньги, получаете услугу. И получается оперативное выполнение всех работ, то есть производственные моменты, размещение, все это происходит очень быстро. Комплексный подход. Комплексный подход, да. Ценность – это, во-первых, удобство в плане того, что весь цикл работы от А до Я как бы выполняется… Под ключ. Да, под ключ, все под ключ. Средний чек – 15 тысяч для того, чтобы получить эффективную рекламу. Ну, возможно, куплю, да, подумаю. Подумаю. Вдруг интереснее будет предложение. Дальше. Я строю недвижимость в новом перспективном районе, в новом городе, для эконом-класса. Чем отличается от конкурентов? Пока ценой, качеством по такой доступной цене, именно соотношением цены-качество. Ценность моя в том, что у меня все преимущества Волжского 3 по цене нового города, то есть в два раза дешевле. И средний чек – это полтора-тире миллион семьсот. Интересно. Да? Более заманчиво, да. Мне нравится, да, мне нравится. Волжский 3 по цене нового города. Это вполне все, да. Коллеги, вы можете либо одно, либо два. Индивидуальные средства коррекции, очки и линзы, а также средства комплексного ухода. Для кого? Для всей целевой аудитории, от малого до велика. То есть и дети, и пенсионеры. Да. Народные женщины. То есть для всей целевой аудитории. Чем мы отличаемся? Мы отличаемся широким ассортиментом, сервисным и постсервисным обслуживанием, высоким уровнем профессионализма сотрудников, которые постоянно проходят стажировки по рубежу и так далее, постоянно обучаются. Эксклюзивные услуги, которых нет у конкурентов, например, аппаратное лечение, например, выездная торговля по соседним регионам. Ценности – это эксклюзивные права дистрибуторские определенных производителей, удобство в расположении в салоне, мы в каждом районе, и стоимость среднего чека около 5000 рублей. Окей. Диджитал дружит нас с новыми людьми, расширяет связи, объединяет сообщество. Люди, чьих телефонов не достать, а навстречу не пробиться, теперь спокойно отвечают вам на сообщения в Фейсбуке. Выстраивать самые разные отношения, не боясь расстояний, стало значительно легче. Впрочем, не стоит увлекаться и забывать о том, что реальные отношения боли и здоровья гораздо интереснее. Чтобы грамотно сделать презентацию, нужно досконально изучить свой продукт, чем мы и займемся. Когда мы исследуем продукт, это можно представить в виде такой пирамиды, где у нас как раз есть обычные свойства, где мы конкурируем по виду, видовое конкурентное преимущество, какие-то свойства, характеристики продукта, которые обязательно могут продемонстрированы быть в виде тех же самых таблиц, плюсы и минусы, какие-то исследования, то есть все, что такое рациональное в прямом виде. Дальше у нас идет USP, это уже рациональное конкурентное преимущество. Это то, что обычно, если зайти на любой сайт, то наверху пишется, в идеале должно писаться как раз вот это вот USP, где типа что у нас там, не знаю, квартиры в три раза дешевле, чем в Волжском 3, но не хуже по качеству, условно. Как формируется USP, мы обсудим. Дальше у нас идет ESP, это уже какое-то эмоциональное торговое предложение. И в самом конце BSP, это уже торговое предложение бренда, мы сейчас подробно там рассмотрим все эти пункты. И здесь что важно, что в самом низу это легко достижимые, то есть где мы очень легко можем о них рассказать и там, ну то есть прямо конкурировать, меняя продукт, либо меняя там свой маркетинг, а наверху уже это трудновоспроизводимые, их, ну далеко не каждой компании удается дойти до вот этой части. Хотя на микро уровне бренд на самом деле есть там у 80, наверное, компаний, которые работают больше там 5 лет в среднем. Просто вопрос, какой это бренд и насколько у них отлажены эти ESP. Вот, когда мы говорим об УТП или USP, что одно и то же, тоже нужно запомнить. Это свойство должно отвечать двум требованиям, да, оно должно быть уникальным и должно быть важным для потребителей. УТП или уникальное торговое предложение. Этот термин вел известный идеолог рекламы Россер Ривз. По его мнению, чтобы обеспечить успех рекламной кампании, нужно найти такое утверждение о товаре, которое конкуренты не смогут повторить. Как и другие термины в маркетинге, УТП применимо и к обычной жизни. Например, чтобы выйти замуж, нужно обязательно придумать для себя УТП. Например, я лучше всех готовлю борщ. Или я на все руки хозяйка. Это свойство должно отвечать двум требованиям, да, оно должно быть уникальным и должно быть важным для потребителей. То есть это как раз, опять же, взаимосвязано с матрицей потребности решений, с теми ценностями, которые мы даем. Вот. И сюда просто нужно стараться добавить какую-то уникальность. Ну, чтобы человек, в идеале, открыв 10 сайтов, да, там, по запросу, типа, купить квартиру, ваше предложение ему выделилось определенно. Не дизайн сайта, а само предложение. Вот. Какой алгоритм разработки USPIN? То есть их много, там есть разные креативные методики, маятники и прочие штуки. Но если вот взять так более как бы рационально разложить это по пунктам, то можно выделить 4 части. Первое – это перебрать все свойства. Найти что-то уникальное, что вы хотите донести. Вот. Дальше нужно модифицировать продукт, чтобы это свойство появилось, если оно у вас не создано или явно не выражено. А потом нужно использовать какое-то неуникальное свойство, собственно, о наличии которого ца не знает. Да, ну, вот в качестве примера, это там уровень PH 5,5 или масло без холестерина. То есть вот все эти вещи, они на самом деле не уникальны. Ну, то есть как бы масла с маргарином, точнее, с холестерином в принципе не бывает. Да, но кто-то об этом сказал первый раз, и это запомнилось. Это является их уникальным торговым предложением. И желательно еще показать результаты использования, выраженные в каких-то нестандартных единицах. Да, то есть, например, как раз можно там для дрели просверлить там 10 тысяч дырок без подзарядки или еще что-то, чтобы это запомнилось, чтобы это можно было использовать в рекламе. Вот, давайте потренируемся, составим USP. Я предлагаю, может быть, да, сделать в двух группах. Давайте мы возьмем как раз квартиры. Я зашла. Да, и возьмем, да, давайте как раз и Медшоптику. Вот, и разработаем эти наши УТП. Пока наши участники вырабатывают уникальные торговые предложения, мы поговорили с нашей сегодняшней гостьей, экспертом Евгении Федоровой. По моим наблюдениям, примерно 80% нашего регионального бизнес-рынка категорически безграмотны в вопросах IT и Digital. Все думают, что сайт – это такой красивый буклетик, только он размещается в интернете. И абсолютно не обращают внимания на какие-то конструкторские характеристики, технические вещи, которые, собственно, для сайта и важны. Поэтому повышение грамотности и обучение именно в этих вопросах – это очень, я бы даже сказала, категорически важно. И мне кажется, каждый представитель бизнеса должен стремиться вот в этот проект и как-то в нем поучаствовать и поучиться. Какие УТП сформировали наши участники и смогут ли они зацепить нашего тренера Павла Тарелкина, узнаем прямо сейчас. Конечную фразу говорим, да? Да, конечную фразу. Готовая квартира в новостройке за 150 рублей в сутки. Отлично. В новом городе. Да? В новом городе. Мы посчитали, за 30 лет окупаемость. Ну, полтора миллиона. А мы его сейчас хотим. Мы часы хотим. Да, да. Ну, если что, ее можно выразить в месяц. Ну, 4-500 в месяц. Отлично, мне нравится. Давайте следующие коллеги. У нас все просто. 10 миллионов счастливых видящих глаз. С помощью кого? Или за сколько лет? В 1907 год. Окей, хорошо. Ну, то есть, здесь надо будет поработать еще на своем формулировке, чтобы она еще какой-то, ну, именно вовлекающая была. Чтобы мы там обеспечили. Но при этом короткой. Не на 10 листов А4. USP мы разобрали. Переходим к ESP. Да, это то, которое наше эмоциональное. Вот. Здесь мы уже воздействуем на эмоции потребителя. Взываем каким-то его, ну, вот, таким, внутренним аспектом, подсознанию, да, какое-то сопереживание, там, тональность, прочее. Брендам, которые в сфере FMCG, например, это дается проще. Вот, в частности, два примера. Кто-нибудь эту рекламу, да, помнит? Эту рекламную кампанию, да? То есть, они провели исследование, что, ну, типа, что вас больше всего бесит в рекламе женских продуктов. Сказали, что там, ну, типа, не настоящая женщина. И решили на этом сыграть. Вот, и очень хорошо пошло. То есть, это оценили как мужчины, так и женщины. Просто на ура. Вот. А вторую рекламу кто-нибудь видел перед Олимпиадой, да? Тоже. Ну, то есть, товар, в принципе, вообще никакого отношения ни к мамам, ни к детям, ну, условно не имеет, да? Ну, воздействие было очень хорошее, и бренд запомнился. Вот, это как раз уже вот к ESP. Дальше, когда мы касаемся анализа продукта и бренда, мы должны провести SWOT-анализ. SWOT – аббревиатура от четырех английских слов. Strength – силы, weaknesses, слабости, opportunities, возможности и threats – угрозы. Именно этот инструмент позволяет наиболее полно проанализировать ваш продукт или компанию и понять, на что стоит сделать акцент, а что лучше доработать. SWOT применим и в обычной жизни. Можно, например, написать SWOT про самого себя, выделить свои сильные и слабые стороны. Например, я отлично владею английским, быстро обучаюсь, умею руководить людьми. Это сильные стороны. А к слабым можно отнести лень, неумение доводить дело до конца и неуверенность в себе. Из слабых сторон появляются возможности поднять самооценку, преодолеть лень и стать, наконец, хорошим руководителем или открыть свой собственный бизнес. Но не нужно забывать и про угрозы. Например, сокращение на предприятиях, снижение заработной платы или более молодые и более амбициозные коллеги, которые тоже хотят занять это место. Это нужно обязательно проделывать, как минимум раз в год. И когда выводятся какие-то новые продукты, это тоже нужно делать. Сегодня мы начинаем знакомиться с участниками нашего проекта. Сеть оптических салонов «Имидж оптика» — центр прогрессивной оптики с 1997 года. За 18 лет существования компания завоевала любовь не только жителей города Чебоксары, но и вышла за его пределы. На сегодняшний день в Чувашской республике успешно работают 12 салонов, которые располагаются в Чебоксарах, Новочебоксарске, Ганаше, Ядрине и Алатаре. В 2014 году был открыт первый салон в Москве. «Имидж оптика» — это компьютерная и комплексная диагностика зрения, аппаратное лечение, индивидуальный подбор средств коррекции, очки, контактные линзы, а также средства комплексного ухода, сертифицированная продукция, широкий ассортимент, доступные цены, высокий уровень сервиса, дружелюбная атмосфера, компетентные и профессиональные сотрудники, интересные акции, клубные программы и многое другое. Все только для наших любимых клиентов. Здесь всегда можно найти подходящую оправу, проверить зрение, подобрать линзы или очки, а главное — сделать это легко и с удовольствием. В компании заботятся о своих клиентах и создают максимально комфортную и дружелюбную атмосферу. Хотите видеть и выглядеть на отлично? Тогда вам «Вымидж оптику». На сегодня наше погружение в интернет-маркетинг закончено. Участники отправились по домам делать домашние задания и переосмысливать ценности своих компаний. Чего и вам желаем. Смотрите нас каждую среду в 20.30 на национальном телевидении «Чуваше». Это была программа «Вебинар ТВ». Пока-пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интернет-партнер проекта «Телеком-оператор Дом.ру».